Лекция по Абрама Самхите, Его Божественной Милости, Аче Пактивиданте, Свами Прабхупады. 7 сентября 1973 года в Стокгольме, Швеция. На это нужно время. Я процитировал около десятка стихов. Позвольте мне попытаться объяснить некоторые из них, поскольку я уже отнял вас много времени. Итак, один из этих стихов следующий. «Господь один. Он неповторим. От Двейта. От Чьёта. Господь никогда не падает. В этом различие между Господом и нами. Мы тоже вечные живые существа. Господь также вечен. Он тоже живое существо. Он Личность, как и мы с вами. Но Его зовут Ачюта. Он никогда не падает со своего положения. Однако мы, живые существа, иногда падаем. Такова наша материальная обусловленная жизнь. Это и есть наше падение. Поэтому Его называют Аддвейтам Ачюта, Манадим. Он не имеет начала. Он — начало всего. Творение происходит из Него, но у Него нет Творца. Его формы неисчислимы. Он может распространять себя во множестве форм. Одна из них. Он проявляет себя во множестве форм, чтобы жить вместе с вами, в вашем сердце. Более того, в другом месте описывается. Одна часть Господа. И это подтверждается в Бхагавадгите. Экамшэнас Тито Джагат. Джагат означает «Материальный мир». Этот мир поддерживается одной из его полных частей, которые называют Параматмой или Гарбадакашая Вишну, или Кширдакашая Вишну. Так, одной из своих полных частей он пребывает в материальном мире. Материальный мир — это Вселенная. Андан Тарастхам. Анда. Брахманда означает Вселенная. Есть не только одна Вселенная, есть миллионы Вселенных, и он находится в них. Андан Тарастхам. И Андан Тарастхам. Он пребывает во Вселенной. Он также пребывает внутри атома. Только представьте себе, все эти проявления Бога. И хотя он наистарейший из всех, вы увидите, что Кришна всегда остается юношей. Взглянув на его лик, вы увидите, что он юноша от 20 до 25 лет. Если вы захотите отыскать Бога, изучая Веды, вам придется приложить очень много усилий. А Дурлабаматма Бхактаон. Но при этом преданный Бога может очень легко дать его. В другом месте говорится, Господь не обусловлен материи. Он Садчидананда Виграха. Кришна Садчидананда Виграха. Его образ вечен, исполнен блаженство и знание. Все его атрибуты, наголоковриндавания, все это является экспансией этого качества, вечности, блаженства и знания. Его гопи, его спутницы, его отец, его мать, его друзья, его деревья, его цветы, его теляты и коровы. Все это есть духовная его экспансия. Мы тоже его экспансия. Мы пограничная энергия, а это духовная энергия. И так все исходит из него, поэтому ведические тексты говорят «Сарвамкалвидам Брам». Все есть Браман. Сейчас мы представляем собой сочетание двух энергий, пограничной и внешней энергии. Но в духовном мире только духовная энергия. Итак, по своей изначальной природе, мы – духовная энергия. Но по той или иной причине мы запутались в материальной энергии. И если мы попытаемся сейчас, будучи людьми, выбраться из пут материальной энергии и вернуться к духовной энергии, и у нас есть эта возможность. В другой шлоке, о которой я хочу объяснить, сказано, духовное тело способно осуществить любую задачу, любой своей частью. Например, своей рукой мы можем касаться чего-либо. Мы можем сорвать что-то. Но рукой мы не можем есть. Для того, чтобы есть, мы должны воспользоваться своим ртом и желудком. Но в духовном мире Кришна про Него сказано так «Ангани-ясяса-календрия-вритти-мантия». Каждая часть тела Кришны обладает способностью всех остальных частей. Он может есть своими глазами. Он может слышать своими глазами. Все части Его, тело, духовные, Он может пользоваться ими ради любой цели. Пребывая в материальных условиях, мы не способны это понять. Но это возможно, когда мы достигнем духовного просветления. Это возможно. Описывается, что Его духовный мир, Его планета это Чинтамани-прокарасадмасу, Калпаврикша-лакша-вритэшу. На Его планете есть много деревьев, множество дворцов, но все они духовные. Чинтамани значит духовные. Дома там сделаны из философского камня. Здесь дома строят из кирпичей, дерева. Но там дома тоже духовные. В шастре описывают философский камень. Если в материальном мире есть философский камень, он способен превращать железо в золото. И там тоже есть дома, большие дворцы, как и здесь. И там есть деревья, их называют Калпаврикша. Калпаврикша. Что это означает? Здесь вы можете сорвать только один вид фрукта с определенного дерева. Но там вы можете сорвать любой плод с какого угодно дерева. Вот что значит духовная энергия. Кришне очень нравится пасти коров. И кто эти коровы? Сурабхи. Сурабхи. Сурабхи — это корова, которая может давать вам сколько угодно молока и так часто, как вам нужно. Здесь, в материальном мире, у вас есть коровы, но они дают лишь ограниченное количество молока раз, два раза в день. В этом разница. Если вы почитаете Брама Самхиту, вы получите полную картину духовного мира, его духовных существ, Верховного Господа, его окружения, его страны, его игр. Там все это очень подробно описывается. Если мы привяжемся к этому месту, мы можем подготовить себя к возвращению домой, к Богу. Это совершенство жизни, это миссия движения сознания Кришны. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok